Всем доброе утро, всем доброго времени суток. 6.35. Первая чашечка кофе. Вот я присела, пожалуйста, ножка на ножку, я не сижу, у меня табуреточка, очень удобная табуретка, приобрела ее в маркете, не очень дорого, 170 гривен, это ну район 6 долларов, ну просто супер. Она вот делается маленькой, взяли книжечкой вот так сложили и в уголочек подставили, где-то в уголочек, и она не мешает никому, тоненькая-тоненькая такая книжечка получается буквально. Вот, пожалуйста, поставили себе ножку на табуреточку, сосуды не пережимаются, супер просто, советую, берите табуреточку себе под ножку, вот когда сидите за столом, пьете кофе с утра. Ну иногда можно ножкой на ножку, но не так часто. Потом, если вам нужно запрыгнуть на полочку, на кухоньке, тоже поставили табуреточку и очень удобно достать чашечку или что вам нужно. Я вчера занималась шторками и вот использовала эту табуреточку. Я достаю, поднимаю ручки и мне нормальненько очень. Ну что, перейдем к утреннему кофе. Мне Оля Пожитникова написала, Таня, показывайте по возможности свое меню. Ну меню у меня очень простое. Утро, чашка кофе, классика, со сливочками. Но если бы мне раньше сказали, Таня, ты будешь пить кофе со сливками. Знаете, у меня длинная пауза, как у Ви Артманы. Спектакль театр. Я даже не представляю, что бы это было, если бы мне такое сказали. Ну вот поэтому никогда не говорите никогда. А сейчас пью кофе со сливками и наслаждаюсь. Ну сливок очень мало наливаю, кофейную ложку. Так, немножко убрать горечь. Напоминаю, кофе очень полезный продукт. Это желчегонное, это горечи, сливки это жиры. Это просто прекрасно с утра. И маленькие ломтики у меня сыра. Добродар, звенигора, пожалуйста. Кто-то скажет, это завтрак. Но вот если у вас это завтрак, то это просто прекрасно. Вы на правильном пути. Если вот этот ломтик, вам достаточно на завтрак. У меня это не завтрак, у меня первая чашка кофе. Пожалуйста, обрезала пальчик. Сливочное масло, система Симашка. Самая правильная медицина. Обязательно с утра жиры. Помните, в советское время в санатории тарелочки стояли с творогом, Стаканы сметаны. Стаканы. Не чайная ложка, а стаканчик сметаны. Вареные яйца стояли. Какао. А сейчас все перешли почему-то на овсяную кашу. Углевод с утра. Сахара с утра. Сахара это по-любому выделение инсулина. А инсулин это гормон аппетита. Кашу поели с утра, захотите есть быстро. А кто хочет похудеть, нам это не нужно. Только белковая еда. Сыр. Немножко масла. Меня спрашивают, а как это масло без хлеба? А вот так. Делайте такой бутик себе. Очень вкусно. Вы чувствуете вкус и масла, и сыра. А хлеб вам только забьет этот вкус. И вы не почувствуете совершенно. Небольшие ломтики. Ну хотите, добавьте себе еще кусочек. Мне достаточно этого. Все. И я вот на этих кусочках держуся до 12-13 часов. Спокойно. Ажиотажа к еде у меня нет. Но если я захочу, я могу себе еще сделать кофе тоже со сливками. Обязательно. Фрукты я никогда не буду есть до первого приема пищи. Только после. Никогда. Эта фруктоза, она по-любому будет повышать аппетит. Это сахара. Но нам это совершенно не нужно. Ну все. Рассказала. Вот еще немножко дополню. У меня небольшая ремарочка. У меня вот здесь бутылка воды я поставила. Эта талая вода я достала из морозильной камеры. Бюветная водичка. Вот там на дне просматривается. На дне осадочек белый. Я водичку сливаю в кувшин. Пью. А вот эту вот водичку я выливаю вон вниз. Осадочек. А вот здесь у меня кизиловое варенье. Я на днях варила варенье. Вчера закончила. Три дня таскалась я с этим тазиком. Вот там у меня на стиральной машиночке стоят баночки. Это я уже поставлю в закрома. В доме должно быть всего впрок. Ну что. Все рассказала вам. Все показала. Сейчас пью кофе. Привожу себе в порядок. Обязательно крем. Обязательно делаем губки. Так. Немножечко-немножечко. Одеваюсь в спорт. И гоу, Танечка, на пробежку. Так что, девочки, не находите себе причинки. Пьем кофе. И вместе все на пробежку. До встречи. Я уже в спорте. Мне сказали одеть ветровку. А то на улице вроде бы мрячка. Ну, хорошо, одела. Если что, завяжу на талии. Где будем делать талию? Найдем где. Так. У меня полный бачок водички. Это я поливаю куст калины. А потом ставлю за дверь. И по ходу домой уже набираю чистой свежей водички. Из бювета. И домой заношу. Ну, что, девочки, врагу не сдается наш гордый варяг. Эх, поддорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. Да помирать нам рановато. И есть у нас еще дома дела. Да помирать нам рановато. И есть у нас еще дома дела. Погнали. Сейчас буду готовить еду из стратегического продукта, из сала. Буду делать намазку. Намазку, на хлебец, на какой-то тостик. Супер. На ржаной хлеб, который я выпекаю, но сейчас у меня его нет. Нужно начинать делать закваску. Давно уже не выпекала. Что мне нужно? Ну, конечно, сало. Ну, кто-то не ест сало по религиозным убеждениям. Может быть, курдючный жир подойдет. Сало. Покупайте сало всегда белоснежное, чтобы не была пущена кровь, чтобы были белые хорошие куски. Вот эту кожицу, шкурочку вернее, я буду обрезать. Сало должно быть беленькое. Режу на маленькие кубики. Нужен красный перчик. Именно красный. Будет красивый цвет. Много перца не нужно класть. Жидкость. Смотрите по объему своего сала. Значит, сейчас на блендер я пущу перчик. Потом добавлю вот эти кубики сала. Соль. Чеснок добавлять на весь объем не буду. У меня есть мини-терочка. Вот она стоит. Это будет индивидуально. Вот если я захочу, я себе на порцию сделаю сало. Может быть, кто-то выходит на работу. Может кто-то не переносит этот запах, запах чеснока. Ну, по-разному. Может быть, кому-то на свидание нужно. Привели себя уже в шикарную, роскошную форму. Нужно что-то съесть, чтобы не повышался аппетит. Пожалуйста, намазочкой сало, но без чеснока, девочки. Тогда да. Посолите, поперчите. Можете добавить еще укропчика. Будет очень тоже неплохо смотреться. Но мне ближе именно красный перчик. Вот советую, готовьте такую намазочку. Это очень полезно. Это очень сытно. Это очень здорово. Ну что, режу сейчас сало на кубики. Перчик готовлю. И все пропускаю на блендер. Намазочка готова. Вот, пожалуйста, в таком красивом цвете. Будет укропчик, будет зеленый цвет. Положила в контейнер и в холодильничек. Пожалуйста, вам еда. Для всей семьи, кто любит сало. Супер просто. Кто-то будет из родных есть с борщиком, супчиком, на хлебчик. Но это для стройных, на хлебчик. Мы тоже можем иногда. Очень вкусная намазка. Потому что хлеба может уйти очень много. Ну, буквально пару слов о сале. Но всем напоминаю. Лучшая форма жира – это сало. Сало имеет алииновую кислоту, которая находится только в оливковом масле. Жирное сало – 68,70. Самое низкое. Самое высокое жирное сало – это любого растительного масла. 99,9. Любого. Потом идет сливочное масло – 82,5. А самое нежирное – это сало. 68,70. Потому что оно еще состоит из волокон, соединительной ткани. Вот шкварочку мы с вами выжариваем. Остается шкварочка. Это соединительная ткань, волокна. Сало – очень полезный продукт. Только его нужно не переесть. И вы его никогда не переедите. Никогда. Это не булка. Вы много сала не съедите. Поэтому на здоровье 20 грамм по системе Симмашка. На здоровье употребляйте кусочек сала. Это очень полезно. Будет хороший сурфактант – будут хорошо дышать наши с вами легкие. Сурфактант, вот, пожалуйста, 99% жира. Сурфактант состоит из жира и только 1% белка. Недостаточное количество сурфактанта будет приводить к чему? К кислородному голоданию. А это гипоксия. Кислородная недостаточность приводит к сильному влечению к сладкому. И чтобы избежать это, необходимо увеличить дозу жиров. Все услышали? Будете больше жиров есть, будете меньше хотеть сладенького. Вот так. Хочешь хорошо дышать и есть меньше сладкого – употребляй жиры. Ну, конечно, в меру. Ну что, рассказала? Это хорошее, это ценная информация. Идут холода. Вы поняли, о чем я говорю? Наши легкие будут в порядке. Нам нужны жиры. Сурфактант – это переносчик кислорода. 99% жира. Супер! Ну что, девочки, делайте намазочки, на хлебцы, на ржаной хлеб. Выпекайте. У меня есть плейлист «Выпекаем хлеб». Начинаю тоже готовить закваску. Намазывайте, ешьте на здоровье. Всем приятного аппетита. Кто со мной? Утром чашечка кофе, сливочек немножко, ломтик сыра и сливочное масло. Прекрасно, ажиотажа к еде абсолютно нет. Вот сейчас опущу камеру и покажу настоящий прием пищи. Первый, пожалуйста. Белковый. Посмотрите, какая прелесть. Камера увеличивает. Здесь не полкилограмма сметаны и творога нет. Грамм 200 творога. Но творог из рынка, деревенский, качественный, жирный. Сметана магазинная. Домашней нету, но 20%, не 10%, 20%. Чем меньше жирности, тем больше там крахмальчика. Запоминайте. Обезжирка – это крахмал. А теперь факты. Лео Антонович Бакерия, кардиолог России, 30 лет завтракает только творогом. 30 лет. Он так и говорит. У меня завтрак один 30 лет. Творог и йогурт, который делает моя жена. Любой праздник начинается с завтрака творог и йогурт. Даже в праздничные дни. Наш директор кардиоинститута Тадуров спрашивает. Ваш завтрак? Творог? Можно позволить себе ложечку джема чайную или меда? Директор кардиоинститута. И в России директор кардиоинститута, и наш Тадуров. И никто не сказал, мой завтрак – овсянка на воде, сэр. А люди умы едят белковый завтрак. Вот я смотрю на таких людей и учусь. О пользе творога даже рассказывать не буду. И кальций, и витамин Д, молочные белки, жиры. Вот это пища, которая насыщает надолго. Пища, которая развивает организм. Учимся у умных людей. И едим, конечно, по-царски. Всем приятного аппетита. Кто со мной? Небольшая ремарочка. Вот если здесь будет творожная масса, сладкая, с изюмом, вы на 200 граммах не остановитесь. Вас будет вот эта сладость затягивать, как трясина. Несладкий творог вы больше, чем 200 грамм не съедите. Поэтому напоминаю, не нужно украшать сладеньким. Нам нужно продержаться еще 4-5 часов. И мы продержимся легко. По просьбе телезрителей, Оленька Пожитникова попросила показать дневное меню. Вот я и показываю. Пожалуйста. Как пил Барыкин. Помните? Мы хотим сегодня, мы хотим сейчас. Ну вот. Салат. Начну с салата. Объем салата 300-400 грамм. И не меньше. Не 100 грамм я на диете, хочу похудеть, я ем мало очень овощей. Очень мало. Нет. Салата как раз овощей нужно есть много. 300-400 грамм и не меньше. Салат приготовила из хороших домашних помидорчиков. Вот такие домашние помидоры. Красавцы. Сочные, сочные, тонкокожие. Так, что у меня еще здесь? Морковь трется на терочку. Терочка для моркови по-корейски. Пожалуйста. Помидорчик мы порезали соломкой. Красный перец, можно зеленый, сладкий, соломкой. Соль, перец, оливковое масло у меня. И обязательно сухой базилик по рецепту. Без лука этот салат. Лимонный сок, конечно, я добавила. Вот такой салатик. Советую, готовьте. Очень неординарный и очень вкусный. Селедочка-матяс. Кто-то скажет, ого, порция. Ничего себе, худеет одна. Это не селедочница. Селедочница. Нет, нет. Это шпротница. И здесь всего 164 грамма. Это матяс, селедочка, маленькая. Но какая же она вкусная. Захожу в магазинчик. Девочки, как селедочка, как матяс. Таня, масло, берем. О, все, беру не глядя. Вот эта селедка-матяс, это же рыба холодных морей. Она не фермерская. Это дикая рыбка. Это настоящие, ненасыщенные жирные кислоты. Это настоящая форма омеги-3. Это наша еда. Наша еда. Это витамин D. Вот это еда. Вот это чудо. Вот это прелесть. Вот на такой еде мы с вами стройнеем. И здоровеем, конечно. Чем проще еда, тем она полезней. Без углевода, без хлеба. Напоминаю всем. Ну что, будем есть и стройнеть на радость всем окружающим. Всем приятного аппетита. Кто со мной. Милое мое сообщество, я хочу закончить сегодняшнее видео прекраснейшим комментарием от Ирочки Маликовой. Давайте вместе послушаем. Доброе время суток. Долго не решалось вам написать, но хочу тоже сказать вам спасибо за ваш пинок, за вашу мотивацию. Мне 45 лет. В марте этого года мой вес был 137 килограмм 200 грамм. Утром сегодня на весах 109 килограмм. Долго не могла найти для себя правильное питание. Благодаря вам я научилась правильно питаться. На многие вопросы я нашла ответы. Но самое главное, я научилась двигаться. Гоу, гоу. И каждый день 5 километров. Быстрой ходьбы. Несколько раз в день приседаю и делаю другие упражнения. В зеркале другой человек. Меня не узнают на улице. Но это не предел. Жизнь совсем другая стала. На свое день рождения я не обидалась тортом, а провела время, замечательный вечер с детьми в парке, проходя мимо фастфуда. Можно я вас буду называть Танечка? Я когда только начинаю лениться, говорю себе, а Танечка Верена поднять попу и гоу на занятия. Спасибо вам, Ирина Сахалин. Вот такой комментарий. Вот такое свидетельство. Вот такой результат. Это мотивирует. Еще как мотивирует. Вас мотивирует. Люди, вас мотивирует. Мотивирует стройнеть вот этот результат. Правда? А меня мотивирует работать, продолжать дальше. Не опускать ручки. Работаем совместно. Работаем обоюдно. Вы и я. Вот только тогда у нас будут результаты. И обязательно о них нужно писать. Я благодарна всем за просмотры моего видео, конечно. Я благодарна всем за такие прекрасные комментарии. Пишите. Мотивируйте друг друга. Я благодарна всем за лайки. А лайки это продвижение моего канала. Любите себя. Радуйте себя. Радуйте себя. И своих близких. До встречи. Любите себя.